Книга «Открытым оком», пятый том, тема Лапкин книги, вопрос 1469. «Когда вы представляли свои книги на соискании Демидовской премии, то нужны были отзывы читателей об этих книгах. Неужели не было отрицательных отзывов? Так не бывает. Приведите хотя бы несколько из них», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Меня за эти книги клемят заочно со всех сторон, от всех конфессий. Повторяю, что только заочно. Но ни одного конкретного случая с указанием точного места страницы книги никто и ни разу не указал». «Так, ворчание по сторонам. А мне это так приятно, что книги безукоризненно точно вписали в сознание наших людей, что они, как кони, в упряжку вошли, и хомут не трет им шею. Нигде ни одной оглобли не давит под дых». Рецензия на книгу Игнатия Лапкина «Открытым оком». Четырехтомное произведение Игнатия Тихоновича Лапкина содержит ответы на вопросы слушателей, заданные ему за 40 лет проповеднической деятельности, а также тексты тематических занятий проповеди, проводимых автором в поселке Потеряевке Мамонтовского района Алтайского края, где им основано специальное поселение, где в течение более 20 лет функционирует православная община. Произведению «Открытым оком» свойственен почти энциклопедический охват всех сторон человеческой жизни. В нем последовательно, непротиворечиво, с позиции исходных документов христианства и прежде всего Евангелия трактуются и разъясняются детали православной веры, вопросы священного описания внутреннего мира человека, семьи, работы, отношений между людьми и других аспектов человеческого бытия. В своем произведении Игнатий Тихонш-Лапкин последовательно и непротиворечиво отстаивает нравственность и мораль православного толка. Мир автора построен на принципах внутреннего самоограничения, высокой требовательности, прежде всего к себе и верующим. Сильной стороной произведения являются точные и всеобъемлющие ссылки практически по любому вопросу на религиозные первоисточники. Однако автор проявляет высокую эрудицию и в области светской литературы, поэзии. Он не лишен определенного поэтического дарования, что использует широко в ответах на вопросы слушателей. Заслуживает внимание четко лишенной агрессивности позиции автора по отношению к иным конфессиям, другим вероучениям. Так, в ответ на вопрос, почему мусульмане и евреи убивают христиан, автор отвечает, только по тому же самому, почему христиане убивают евреев и мусульман. Особую ценность, на наш взгляд, представляет его опыт и получение в работе с сектантами. Это не окрик, не насмешка, это проникновение в мир инакомыслящего, это диалог в поисках истины. Особый интерес представляет изложение занятий проповедей, потеряевки, через которые читатель имеет возможность в деталях проследить практику жизни общины, в том числе воспитание детей, решение многочисленных бытовых социальных вопросов, естественно возникающие на практике. Проникновенным словом, обращенным к верующим и прежде всего к детям, автор своих проповедей, совместно призывает любить и сохранять природу, повсеместно призывает любить и сохранять природу. Например, специальное занятие посвящено воде. Игнатий Тихлиш-Лапкин демонстрирует широкие познания в теме, привлекает нетривиальные аргументы и приходит к естественному выводу о необходимости бережного обращения к этому важнейшему и самому драгоценному минералу на земле. Простым и доходчивым языком проповедник рассказывает детям о пчелах, земле, собаке, учит их любви к миру, живой природе. Конечно, мир, который восходит к нам со страниц открытым оком, зачастую метафизичен, не допускает вариантов. Автор смело высказывает однозначное мнение по любой проблеме о черных дырах в космосе, о целесообразности полета в космос, об игре в шахматы и другое. Тем не менее, это мир человека с огромной жизненной школой, на долю которого выпали многочисленные решения, несправедливые притеснения, вплоть до ошибочного тюремного заключения, который не только словом, но и созидательным трудом на протяжении десятилетий завоевал право быть слышным. Простым и сочным литературным языком автор излагает мировоззрение, с которым находится в глубокой внутренней гармонии. Книга открытым оком, безусловно, представляет интерес для широкого круга читателей, как исповедующих православную веру, так и разделяющих ее отдельные догмы. И даже для тех, кто, признавая высокие культурные ценности христианства, не разделяет ее в го основных позиций, это книга о людях и для людей о сложных и мучительных путях поиска истинной смысла жизни. Проректор по учебной работе Алтайского государственного технического университета профессор Тёмкин Б.В. В Демидовский фонд. Отзыв. 3 декабря 2002 года в главном корпусе Алтайского государственного технического университета в Ползуновском центре состоялась презентация книг Игнатия Тихоновича Лапкина. Как автор, так и его книги весьма экстраординарны. Прежде всего об авторе. В этом человеке поражает все, и это все в превосходной степени. Хорошо знающий Игнатия Тихоновича Лапкина по жизни с уверенностью говорят о том, что он, как православный христианин, максималист. То есть, если любить, верить, работать, надеяться, то до конца, с полной самоотдачей, без тени лукавства. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого», то от Лукавого. Матфея 5.37. Игнатий Тихонович Лапкин – это человек аскетического образа жизни, максимальной требованности к себе и окружающим, чрезвычайного трудолюбия и небывалой трудоспособности. Фанат веры и исповедник истинного православия, за что полной меры испытал на себе узы коммунистического гулага. Он особенно неординарен и вместе с тем привлекательен тем, что среди людей, живших и живущих на земле, для него нет абсолютного авторитета или человека, перед которым он стал бы заискивать, ласкательствовать. И это потому, что однажды, более сорока лет назад, по провидению Божию, обретя истинную православную веру, он сверяет свою жизнь по абсолютному авторитету, догмату, веры, Евангелию. И все эти годы внесен учение Иисуса Христа всем жаждущим слова истинным. Как сам автор, так и его книги неординарны. Это не пища на потребу для удовлетворения человеческих страстей, не бульварные романы или детективы с многокрасочными обложками и заставками, но это книги, являющиеся зеркалом жизни автора, продолжением и составной частью его самого, его веры, надежды и любви. И уникально уже то, что восемь весьма объемных книг написаны и изданы за очень короткий срок, менее чем за год. Понятно, что эти книги – итог всей сорокалетней титанической работы Игнатия Тихонича Лапкина. Ни один здравомышляющий человек не остается равнодушным при чтении его книг. Так книга стихов «Церковь свободы и тюрьма» одними вовсе не признается стихами. Другими же теми, кто знает Игнатия Тихонича Лапкина и знаком с священным писанием, читается в запой, ибо они сопереживают с автором его радость от общения с Богом, сочувствуют его нравственным и физическим страданиям, неизменно необходимым для совершенствования и во имя спасения живущих рядом людей. Стихи, да, это стихи, они живут, читаются, перелагаются на музыку и с энтузиазмом поются. Еще одна особенность стихов – испещренность страниц книги с ссылками на Библию по примеру великих писателей, таких как Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой. Для всех желающих усвоить огромный непереоценимый опыт следования за Христом, для обретения святости, в чем, по словам Тертулиана, и состоит смысл жизни. Настоящая книга-энциклопедия к 12 книгам «Житие святых» по Дмитрию Ростовскому станет книга Игнатия Тихоновича Лавкина «Тимфония на жития святых». Книга к истинному православию открывает кровоточащую рану сердца автора от осознания трагедии православия вообще и русской православной церкви, русского народа в частности. Бесу и мудрее, но на основе священного писания, книги правил, жития святых и трудов святых отцов православной церкви авторам исследуются причины кривизны наших путей, ослабления православной веры и предлагаются пути и способы выхода из этой трагедии. Автобиография Игнатия Тихоновича Лавкина, изложенная им в книге «Для Слово Божия нету» на редкость без прикрас, по совести, сверенная по Слову Божию. Читая эту книгу, мы следуем за автором от начала веры в Бога ко встрече со Христом через его святое Евангелие по пути проповеди Слова Божия, борьбы за чистоту православия, исповедничество в тюрьмах и в гонениях от официальных государственных служб и, увы, церковных властей. Убедительность этой книги и в изобилии приведенных документов, здесь же изложен совершенно уникальный опыт возрождения на основе единственного православия, малой родины, автора, разрушенной некогда советской властью в деревне. Настоящим настольным пособием для многих тысяч людей должны явиться четыре тома книги «Открытым оком», где даны ответы на 1400 вопросов верующих и неверующих людей по самым разнообразным темам, волнующим душу, ум, совесть, сердце человека. Здесь же изложены проповеди, противосептантские материалы, методические рекомендации по воспитанию детей, изучению Евангелия на совместном занятии, по созданию истинно православных общин. И в этих книгах также отсутствует тщетная своемыслие, то есть мощный фундамент, авторитет Христа. Его учение, Святого Евангелия, это насыщенность книги, «Открытым оком», духовными материалами, делает ее лакмусовой бумажкой. Для каждого читателя этот человек уже не сможет остаться прежним. Он либо отвергнет все изложенное в книгах и признает себя не христианином, либо для начала задумается, а так ли я живу. Мы сотрудники Краевой клинической больницы, имевшие и пациентом, и проповедником Игнатия Тихонича Лапкина, познакомившись, прочитав его уникальные книги, пришли к выводу, что его жизни книги несут для людей свет, заставляют глубоко осознать смысл нашего бытия, подвигают к покаянию, обретению истинной веры, надежды и любви. Поэтому мы хотели бы просить комиссию Гемидовского фонда и его председателям В.Ф. Песоцкого достойно оценить этот фундаментальный труд Игнатия Тихоновича Лапкина. Подписи.